Дома драконов Стоит ли фанатам Игры Престолов беспокоиться о приквеле Игры Престолов? Почему Дэймона слушался приказа короля? И какие важные детали вы могли пропустить в серии? Об этом и многом другом мы поговорим в ближайшие пару минут. Ну а вы по традиции не забудьте в комментариях написать свою оценку третьей серии. Готовы? Тогда полетели! В начале серии нам показали малыша Эйгона, которому на момент события эпизода исполнилось два годика. Война за ступени, по словам окружающих, идет вот уже три года, и, следовательно, с момента объявления Рейниры, наследницы Визериса, прошло не менее трех с половиной лет. Хорошо, что в каждой серии и даже по несколько раз упоминается время действия событий. Это очень удобно для обычных зрителей, поскольку не нужно ломать голову над тем, сколько, как и когда вообще происходит сюжет. Впереди у нас осталось еще семь полноценных эпизодов, смена основного каста актеров на более взрослых, а также взгляд на следующие четверть века истории Вестероса. Наблюдать за Домом Дракона — это словно вернуться в прошлое. Если фанатам «Властелина колец» только и остается, что верить в лучшее, Дом Дракона можно смотреть в профессиональной озвучке и одновременно со всем миром. Если вы вдруг не знали, а Медиатека — это официальный партнер HBO и HBO Max в России, поэтому благодаря стараниям именно этих трудяк мы с вами каждое утро понедельника можем наслаждаться свежей порцией разборок Таргариенов. Помимо этого, на сервисе представлено свыше 10 тысяч часов тщательно отобранного зарубежного контента от ведущих студий. И кроме путешествия по Вестеросу, вы сможете наслаждаться еще и миром Дикого Запада или, например, той же Эйфорией. Все серии доступны в отличном качестве и без навязчивой рекламы. И главное, в приложении о Медиатеке вы можете накачать себе в дорогу фильмов и сериалов сервиса и смотреть их во время поездки даже без подключения к интернету. Ну а для тех, кто забыл, что было в Игре Престолов, вы можете пересмотреть весь сериал, который тоже входит в основную подписку. А еще к выходу сериала на YouTube-канале Амедиатека смотрит запустилось шоу «Дом дракона» после титров. Ведущий, киноблогер Ануар, найдет все пасхалки, проведет вас по запутанному семейному дереву Таргариенов, покажет новые локации Вестероса и познакомит с драконами. Смотрите «Дом дракона» вместе с Амедиатекой по ссылочке в описании. А по промокоду «Не спойлер» до 10 октября вы получите 50% скидку на годовую и полугодовую подписки. В новой серии мы познакомились сразу с несколькими важными персонажами, на каждом из которых давайте остановимся чуть подробнее. Первый герой — это новорожденный сын Визериса, Эйгон II. Важен ли он для сериала? Однозначно да. Как вы и сами могли заметить, третья серия вышла довольно неторопливой, но за все 60 минут времени она только и делала, что нагнетало обстановку вокруг героев шоу. Все, абсолютно все в семи королевствах постепенно начинают принимать сторону будущего наследника престола. Одни понимают, что Эйгон вроде как первый живой сын Визериса, и он должен продолжить традицию престола наследия, как было сотни лет до этого. Другие же осознают, что Рейнира — законная наследница, ведь именно ее на престол назначил сам король, и он не собирается пока что менять свое решение. И здесь мы обращаем ваше внимание на момент финала всей охоты из третьего эпизода. Когда Рейнира фактически прибывает к концу пиршества со своей добычей, люди в лагере или в шоке от ее визита, или же рады. Это то самое начало разделения Семи Королевств. Например, стоит зациклиться на мужчине, что улыбнулся Рейнире. Перед вами Харвин Стронг по прозвищу Кастолом, старший сын и наследник лорда Лионеля Стронга, брат Лариса Стронга и двух сестер. Некоторое время парень даже был капитаном золотых плащей. Это тот самый-самый сильный воин в Семи Королевствах, о котором подумал Визерис, когда к нему в Сирии подошел мастер над законами со своими советами. Мастер над законами это как раз таки и есть Лионель Стронг. Не будем раскрывать все карты и рассказывать, что будет делать Кастолом дальше, но очень рекомендуем присматриваться к нему повнимательнее. Другая сторона этой медали – Ланнистеры, которые в отличие от Старков не стали ограничиваться лишь небольшим камео в Доме Драконов, и сразу заявили о себе как о сильном и властном роде. Кто такой этот Джейсон Ланнистер? В общем-то, пока что он никто в рамках начала событий Танца Драконов, но позже, аккурат к смерти короля, как и многие, Джейсон и его брат-близнец будут вынуждены выбирать сторону на поле боя. И скажем так, какую именно сторону, вы можете и сами догадываться, раз в отличие от Старков, Ланнистеры не присутствовали в сцене с присягой Рейниры из первой серии. Также нас порадовала приятная отсылка в виде королевской охоты в третьем эпизоде. Да, сама серия это по сути филлер ради будущего, но приятно, что HBO помнят о таких мелких деталях, как королевская охота. В первом сезоне Игры престолов нам ее тоже показали, причем именно благодаря ей и завертелся сюжет с престола наследием, поскольку во время охоты Роберта пырнул кабан, тем самым дав начало бесконечной возне Ланнистеров за трон. Здесь также важно отметить появление белого оленя ближе к концу эпизода. С одной стороны, сцена сама по себе показывает различия Рейнира и Визериса, которые максимально отличаются друг от друга. Король – узник традиций, который и с шагу не может ступить, чтобы не соблюсти какой-то ритуал. Та же королевская охота – это цирк с жертвой в центре сюжета. Мы тоже полагали, что нужного королевского оленя просто загонят в какую-нибудь пещеру, где король, уже засучив рукава, будет охотиться на него. Но убивать связанное животное – это ниже чести любого охотника. В чем здесь азарт и отдых? Зверя нашли, загнали и связали для его величества. А еще фактически вложили оружие в его руку. Рейнира же увидела прекрасное создание, мифическое, к слову говоря, даже по меркам Вестероса, и не захотела его убивать, даровав королевское помилование. Поэтому, с другой стороны, явление белого оленя – это знак настоящего наследника. Зверь, по сути, решил выйти именно к истинному, законному наследнику трона. Ну а еще это небольшая параллель с финалом «Игры престолов», где во время безумия Дейенерис Ария тоже встретила белую лошадь. Еще один важный момент – война за ступени. В каноне она шла не менее пяти лет, и то об окончательной победе Вестероса над Триархией говорить пока что рано. Да, в сериале Деймон одержал победу над кормильцем крабов, которого слили буквально за одну серию, но это дает нам большой буст к следующим событиям. Мы предполагаем, что книжная арка Деймона Таргариена претерпит значительные изменения в будущих сериях. Например, нам в открытую показали, что принц ненавидит своего брата и вместо предложенной помощи решает пойти на фактическую самоубийственную миссию, лишь бы доказать, что он сам может со всеми справиться и без подачи короля. Ну а во-вторых, его гнев, вызванный письмом от Визериса – это слегка измененный канон, где Деймон также набросился и до полусмерти избил слугу за весть о том, что король женится второй раз. Кстати, а вы заметили, как в финале эпизода не Деймон, а Лейнар Вилариан летает на драконе? Офигели от такого поворота событий? На самом деле в этом нет ничего такого, поскольку в книгах в рамках «Танца драконов» крылатыми ящерицами повелевали десятки разных людей, некоторые из которых вообще не имели отношения к королевским семьям. Виларианы, в общем, тоже из Валерии, и в каноне у многих из них были свои дракончики. И как раз таки в третьей серии нам показали не Деймоновского Караксеса, а дракона по кличке Морской Туман, который как раз и принадлежал Лейнару. Ну а теперь неожиданно давайте перейдем к минусам серии. Прошлый эпизод не показался вам слегка скучноватым? А третий? Лично нас терзает двоякое и крайне противоречивое чувство. С одной стороны, а что произошло за первый сезон «Игры престолов»? Вначале нас познакомили с миром Джорджа Мартина и почти всеми основными персонажами и местами действия сериала. На это у сценаристов ушла почти половина сезона. Ведь необходимо было показать не только Винтерфелл и Старков, но и пару-тройку других домов, а также Королевский замок и стену. Это уже потом в сериал постепенно вводили острова Грейджоев, замок Фреев и так далее. Схожа ли ситуация с «Домом дракона»? Вполне. Были ли в первом сезоне «Игры престолов» войны? А-а. Если вы вдруг забыли, войска лишь начали собираться в 10-й серии после казни Эддарда Старка. А сами военные действия развернулись лишь во втором сезоне. А тут нам вроде как уже даже показали войну, хоть и очень короткую. Схожа ли ситуация с «Домом дракона»? Да, поэтому говорить, что приквел менее эпичен и слегка затянут глупо. Лишь последние два эпизода ИП могут похвастаться регулярными масштабными баталиями и эпичными моментами. А поначалу сериал лишь разогревал зрителей. Но знаете, чего приквелу все-таки не хватает? Неожиданности. Давайте просто загибать пальцы. В первой же серии «Игры престолов» мы увидели мистических жестоких белых ходоков. А ближе к финалу охранник короля занимался любовью со своей родной сестрой. После чего спустя пару секунд скинул маленького мальчика с высокой башни. Шок? Еще какой шок. Во второй серии мы узнали, что малец выжил. Но пока он спал наемной тайной, убийца пытался заколоть его в постели. Ближе к концу эпизода Бран проснулся, и все, затаив дыхание, ждали, что он расскажет о своем падении. Интересный поворот сюжета, да? Да, вполне. А в третьем эпизоде мы так и вовсе впервые оказываемся в столице, с головой окунаясь в грязь и ложь, что царят вокруг. Мы специально взяли для сравнения всего лишь первые три эпизода оригинального сериала. А дополнительно даже не трогали Деймерис, которая была тогда за узким морем, или Джоана на стене. Сравнение основано всего лишь на паре мини-локаций и одних и тех же персонажах. Чтобы вы не говорили, что в Доме Дракона нет такого географического разнообразия, как в Игре Престолов. Факт неоспорим. Новый сериал куда более медлителен и нетороплив по сравнению с предшественником. И как по нашему скромному мнению, это крайне не идет ему на пользу. Дело в том, что мы многое ставили на войну на ступенях. Ну да, мы прекрасно знаем, что первый сезон должен охватить невероятные 28 лет истории Вестероса. Поэтому шанс на то, что пятилетнюю войну нам покажут урывками, будет велик. Но настолько сократить одно из важнейших событий в истории гражданской войны Таргариенов это глупо. Того же Короля Крабов нам тизерили как главного антагониста, если уж не всего сериала, то сезона точно. Но не пяти же минут в начале третьей серии всего сериала. Дело в том, что «Дом дракона» показывает хорошие результаты, согласно зрительским оценкам и статистике просмотров. Плюс конкурент в лице «Колец власти» так и вовсе занял свою нишу возле седабовских пародий на нормальное шоу. И мы искренне полагали, что «Дом дракона» охватит события «Танца дракона» не в столь спешном темпе, дабы сюжета хватило на 4-5 сезонов. По крайней мере, ходили активные слухи, что «Дом дракона» будет довольно длинным сериалом. Ну уж простите, а что еще можно показывать в этой истории эдак сезонов на 5? Читатели книг знают о том, что в рамках «Гражданской войны» эпичные моменты действительно будут, но их будет реально мало. А самый эпик логично будет припрятан на финал сезона. И таким образом мы прогнозируем серьезное падение рейтинга. Из-за того, что ближайшие 1-2 сезона нас будет ждать 90% пустой болтовни королевской знати и на 10% экранного времени какое-нибудь интересное мини-событие. Причем иногда эта болтовня будет занимать весь эпизод, поскольку, как мы уже сказали выше, в рамках «Танца дракона» эпика было не так много. Однако, несмотря на все свои минусы, даже в таком медленном темпе мы рады видеть «Дом дракона». Возвращение в Вестерос нельзя назвать безупречным, но оно точно стоит внимания. До новых встреч, друзья! Валар Маргулис Субтитры создавал DimaTorzok